всем большой привет меня зовут лиза и добро пожаловать на мой канал сегодня как вы поняли уже по названию будет видео так что в моей сумке я обожаю такие видео на самом деле и я уже снимала такого прошлым летом и как я увидела вам она достаточно таки зашло и в целом не то чтобы мое наполнение очень сильно поменялось того момента но поменялась моя любимая сумка сейчас она совершенно другая и это та сумка которую я ношу просто каждый день наверное но сегодня я вам расскажу что в моей малышечке это сумка гес майми хоба я ее просто обожаю это моя любимая сумка на данный момент это самая лучшая черная сумка которая у меня была в моей жизни и честно говоря я вот пока что не видела моделей именно таких базовых простых сумок которые будут мне понравились настолько же сильно как она я его купила прошлым летом из того момента я и ношу ну действительно почти каждый день не снимая просто и на данный момент она в очень хорошем состоянии если говорить про наполнение сумки в целом здесь есть вот такой кармашек в самом начале тут он находится на заклепочки получается основной раздел сумки также есть в котором еще куча разных карманов и также есть еще один кармашек вот здесь сзади в котором я всегда нашу ключи там еще что-нибудь давайте пожалуй сразу же пройдемся по не самым интересным моментом тут у меня как всегда лежат салфеток я не знаю почему я именно в этом кармане их ношу и также ключи главный атрибут без которого я не выхожу из дома и вот в этом кармашке тоже не особо много чего интересного которые вот здесь получается на кнопке тут у меня в основном лежат вещи не первостепенной важности но которые обычно нужны это таблетки пластырь и также две ручки я всегда с собой ношу черную и синюю не знаю почему какую-то я такую привычку завела носить синюю ручку с собой и теперь давайте перейдем к основному отделу который уже поинтереснее это кошелечек у меня вот такой вот келлинг я обожаю просто вот этот кошелечек свой портмоне он безумно удобный и сюда помещается просто все что мне нужно в общем для его реально очень сильно любит расческа я всегда и опять же таки ношу с собой именно вот эту если мне позволяет место я беру более большую расческу просто именно здесь она удобно потому что она такая тоненькая и не занимает очень очень мало места и поэтому я постоянно с собой наш в основном отделе сумки такое знаете немножечко необычно я бы так сказала это ежедневник я на самом деле полюбила его прямо собой носить потому что все-таки моя жизнь связана очень сильно с блогом даже когда нахожусь не дома мне могут поступить какие-то рабочие предложения и чтобы сориентировать допустим какого-то заказчика по рекламе я смотрю в ежедневник где у меня все расписано и таким образом могу быстро это сделать и более оперативно я живу не близко к центру города и если я еду в центр то мне обязательно нужен ежедневник потому что часто бывает куча других дел которые нужно еще параллельно сделать и в голове как-то держать что не очень удобно и плюс мне просто нравится вот это знаете эстетика того что я с ежедневником такая как-то самая девочка хожу что-то пишу знаете про этот ежедневник кстати говоря я рассказывала видео про фавориты можете посмотреть если вы его не смотрели очень нужная и удобная вещь и плюс вот он как раз таки компактный потому что до этого мой ежедневник не особо помещался в сумку это было тяжело и неудобно а вот этот он тоненький и спокойно помещается поэтому ставлю лайк далее что я сейчас постоянно просто тоже ношу в основном отделе сумки это резиночка у меня такая резинка она с озона мне они очень нравятся именно вот эти черные красивые такие интересные вот я ношу ее постоянно собой потому что вообще в любой ситуации она может пригодиться я вам сейчас показываю свою сумку как есть потому что с прошлого раза я ее не разбирала с прошлого раза когда я ходила куда-то там вот и поэтому я вам показываю все что здесь реально лежит просто постоянно следующий это крем точнее вообще как я получитала на сайте золотого яблока это типа крем для тела они для рук но я его использую для рук это вот такой вот крем он бренда hemp care вот видите здесь написано body cream а у них еще есть hand cream я не знаю он пахнет как-то по-другому но вот этот этот пахнет просто чудесный у него какие-то древесные ноты с решением будто бы вот что-то такое от него чувствую очень приятный запах именно вот как дерево он даже наверное пахнет для меня его давали как подарочек золотом яблоке и вот тут 30 миллилитров я до сих пор им пользуюсь потому что это просто любовь это лучший крем который у меня был в моей жизни именно по запаху и по текстуре он тоже безумно приятно до этого я пользовалась органик органик шок я их общем показывал в прошлом видео про сумки они засуну очень даже запах клёвый но по текстуре я все-таки понимаю что слишком жирно мне а вот этот он не очень жирный но при этом хорошо питает увлажняет короче тоже очень крутой крем далее каким-то образом в общем я хожу в больницу в здравицу постоянно я там сдаю анализы там к врачам хожу и они постоянно после сдачи анализа вдают шоколадки из-за того что я не ем шоколад у меня вот таких вот штучек в каждой сумке накопилось то есть мне две шоколадки буквально здесь лежит я не знаю их постоянно забываю брать и они со мной вечно путешествуют вот да такая реальность то что здесь лежат такие шоколадочки я не знаю зачем они мне их можно было бы в целом уже давно раздать но почему-то я этим вопросом не занялась я не что мне лежит в основном отделе именно не в кармашках вот здесь вот это батончик вот такой от бренда культ лап я обожаю тот бренд я обожаю их магазин просто моя любовь и я была на мероприятии мне там подогнали такой батончик поэтому он мне здесь остался его просто еще не успела съесть но вообще в основном я не ношу с собой еду кроме вот этих шоколадок затерянных наверное вот не часто она у меня бывает сумка вот такую штучку найти у себя в сумке когда-то не про нее уже забыл это как найти потерянные деньги очень приятно и неожиданно и давайте теперь посмотрим что у меня вот в этих маленьких кармашках лежит здесь получается если такой кармашек и вот здесь также еще два кармашка в одинарном кармашке у меня лежат наушники у меня обычные airpods и я кстати почему-то еще не хочу себе прошки вот знаете которые уже давно кстати говоря вышли которые с шумоподавлением и все такое я не знаю почему у меня в целом есть довольно такие большие наушники маршал и они меня более чем устраивают а вот эти я просто ношу как бы как когда мне надо чтобы они мало места занимали у меня кстати вот такой очень миленький чехолчик сейчас на них с хомячком или тут два хомячка я не знаю вот так он выглядит очень я считаю кьюти и также в этом одинарном кармашке у меня всегда лежат всегда они качают из сумки в сумку это капли для глаз у меня вот такие а визор какие-то в общем мама мне купила какие-то рандомные которые она увидела я попросила просто на тот момент будет так как я ношу линзы и это очень крутая вещь для тех людей кто носит линзы да и в целом на самом деле полезно глаза увлажнять даже если вы линзы не носите у меня глаза бывают частенько сохнут особенно очень крутая вещь когда вы уснули днем в линзах слушайте те люди у которых линзы после того как вы закапаете в капли в глаза просто как вы уснули будет просто шикарное ощущение потому что у меня когда я просыпаюсь у меня ощущение что у меня вот здесь просто я не знаю перхоть какая-то в глазах и это отвратительное ощущение когда я пользуюсь этими шикарными каплями вообще можно любые на самом деле использовать неважно сколько они будут стоить насколько я знаю у них фармакологического то это действие плюс-минус одинаково и когда вы закапываете эти шикарнейшие капли глаза у вас просто живые наконец-то я в целом в течение дня могу там один раз их допустим закапать когда чувствую что вроде бы что-то глазам суховато становится особенно в жару у меня такое часто бывает то я вот их просто капаю и потом хожу кайфую я их всегда вот из-за этого с собой ношу потому что у меня раньше когда только начинала носить линзу мне были такие случаи то что линза могла начать скатываться потому что и сухо просто остановилась в глазу и это было очень неприятно и в такие моменты обязательно нужны капли далее у меня двойной кармашек вот видите раз раздел и там еще снизу есть отдел этом двойном кармашке я всегда ношу косметику зависимости от того что у меня на губах вот я собираюсь допустим и использую помаду и карандаш я кладу тогда с собой помаду и карандаш если я использую только блеск то я кладу блеск но вообще чаще всего у меня что-нибудь просто так лежит потому что бывает что-то сотрется или забыл и как-то хочется посвеже немножечко выглядеть тогда вот я ношу блески с собой прошлом видео я помню я показывала кларанс блеск в этом видео показывать диваш кстати он у меня на губах прямо сейчас очень классный блеск я его тоже показывал фаворитах лип культ у меня в оттенке 6 пош холодноватый но не сильно очень красивый оттенок без чего у меня опять же таки не обходится ни одна сумка это зеркало у меня поменялось она кстати говоря с прошлого раза о привет это вы я вас снимаю в общем у меня сейчас она вот такое смотрите тоже с блестками кстати говоря она у меня от бренда зака как и прошлое моё зеркало которым не было вот это мне намного больше нравится она более миниатюрная и какое-то более удобное что ли вот видите тут такие всякие звездочки переливаются очень красиво выглядит его снова же с собой постоянно ношу это прям привычка какая-то я не могу без зеркала реально выйти из дома мне кажется и также в этом кармашке у меня лежит вот такой вот бальзамчик наверное да от натуры сибирика это тоже такой вариант когда я вообще забыла все ну то есть и блеск забыла допустим положить какой-то да то вот он у меня всегда лежит в сумке в этой я его вообще никогда не вытаскиваю тот случай когда как и с шоколадками знаете они никогда не исчезают из этой сумки и пожалуй последняя вещь но не по значимости которую я не так давно начала носить с собой в сумке это вот такая щеточка для бровей вот такая щеточка они у меня лежат в каждой сумке снова же в общем денис ходит на брови и мы там постоянно дают эти щеточки я их себе заграбастываю и раскладываю по разным сумкам потому что с тех пор как я начала укладывать брови мылом течение дня они не то чтобы съезжают но бывает с утра я не очень хорошо их уложила и бровь может как-то начать себе странно вести в течение дня и соответственно в такие моменты мне нужна щеточка чтобы просто подправить что-то очень помогает также как вот и зеркало и у меня был момент когда ключами пыталась бровь подправить себе потому что она очень плохо выглядела и с тех пор я вот начала носить с собой щеточки потому что это очень легко сделать подправить бровь соответственно одним движением просто легким руки и последний карман который у нас остался но и вам его не буду показывать потому что там просто лежит всякая табличная гигиена которые иногда нужна и это очень удобный кармашек потому что он на замочке прям вообще супер и он такой вместительный на самом деле я не ожидал что он вот настолько вместительный так туда реально очень много помещается на этом у нас было все вот такое видео получилось я надеюсь вам понравилось и вы узнали что-то новенькое мой бы для себя какие-то важные аспекты вынесли из этого видео большое спасибо за просмотры я надеюсь что она вам понравилось и мы увидимся уже очень скоро с вами в следующих видео я всех безумно люблю и целую а